потихоньку не спеша выравниваю здесь площадку но где-то половину куча только убрал уже тут третья часть выровнена пойдем посмотрим чем я занимается а из этой ягоды тоже красный комп красный сок получится ну так не знаю смородина если в него мяту добавить сюда может вкуснее будет вот с ним прям это типа москита так вкусно было кстати ты просто мало банок сделал как ты тут больше сделаешь крыжовника что еще так крыжовник по странному где-то спелые где-то меньше и видишь есть вообще переспелые есть это и получается приходится его не знаю что-то срывать что-то оставлял не свеет цельно а если оставить от дождя лопается что-нибудь сделаем выкинуть немного подобрали огурцы какие за пять дней выросли большие как раз солеными складывать в банки такие как один земля прочнее бетона смотрите какая она шикарная такие шишечки большие а пахнет где ты все берешь в каком месте ты их выкапываешь вот это уже видно от солнца это вообще красивая была прикрытая я тебе еще прикрыла там еще две осталось больше нет вот это не прикрытая вот это прикрытая может она типа из-за солнечных лучей синеть ультрафиолет начинает и все вообще супер мы будем выращивать вали обязательно еще возьмем капусты качанной ну классно на следующем году надо брокколи пробовать выращивать и цветную да такой урожай сейчас подкормим золой я на каком тут же на этом ты еще говорила есть первый помидор первый помидор там еще и везде есть там их выходили можно сказать эти помидоры как грудных каждый день ну тут три ну радует то что на каждом помидоре цветочки есть завязи это уже хорошо этот вообще такой вот этот кстати был вот этот помидор был ниже вот этого он так вымахал за неделю о, с краешку началось, смотри как красиво как красиво у нас краешку началось, смотри как красиво наконец-таки финишная прямая с первой кучи мы как-то даже не рассчитывали столько песка у нас уйдет вроде маленькая была засыпали неплохо давай быстрей быстрей и 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 с и и ITY и и и и сливаются. Видишь? И смотри, она просто за два или три дня съела. Не было ж мыла. О, ещё. Видишь? Срочно надо Актару эту развести и срочно покрепить. Сейчас я соберу оставшиеся окруженки где-то местами, видишь, висеть. И ты возьмёшь и все обработаешь. Потому что... Так о чём? Только нижние съедает. Я не знаю. Они сейчас всё съедят и, походу, высохнут. Ну, только нижние, смотри, сверху нормальные. Подожди, они снизу пошли. Они вот тоже. А тут... А где она? А тут не видно. Она типа прячется? Она не видна. Она же не то, что прячется, она же сливается. Она сливается с листом. Я ж уже, видишь, тебе две гусеницы показала. На тех было, тогда покрепили. Я не знаю, в этом году какой-то, правда, масштабный апокалипсис. Везде что-то заводится. Потому что в этом году такого не было. Потому что засуха ужаснейшая. Ну да, тут вообще... Ёлка получилась. Начинается сезон. Надо, чтобы она повкуснее была. Но кислая. Она кислая слишком. Ну, чисто для заказок. Ну что, будем как-то пытаться спасать наши огурцы. Да, вот что происходит. Мы почитали, что нужно азотное удобрение добавить. Потому что начинают с кончиков вот так вот желтеть огурцы. Сейчас мы подкормим и будем смотреть, что делать дальше. То ли что-то ест, то ли что. Да не ест, а прогорает так. Да не желтеют. Вот тут болезнь появляется такая. И всё, они потом прогорают. Плюс солнце целый день. О, смотри, у нас свежека. Медведка уже походу прошлась. Ну да, не было этого. Сейчас мы подсыпем и я нарежу снова мяты. Мне кажется, когда лежала мята, как-то шутят от таких ходов. Или просто под мятой было не видно. Просто не было, наверное, видно. Не знаю. Но огурцов завезли очень много. Их надо как-то... Видишь, они все желтеть оглачают. Я их, мы не сняли. Три дня, два. Давай, два-три дня назад я их подкормила пеплом. Вот. Что с ним происходит? Может, кто-то что-то напишет? Чего не хватает? Ну, я почитал, не хватает азота. Я подкормила еще этим пеплом. Золой. Сейчас. Да, вот там будет достаточно. Просто пускай чуть-чуть полежит и потом еще раз полить. Еще попробуем. Сейчас подкормили. Попробуем утром и вечером поливать их. Не сильно. Огурец любит по чуть-чуть поливку, но ежедневно. Но попробуем каждый день. Ой, каждый день. Два раза на день. Утром и вечером. Может быть, я натыкался на то, что это может быть как от переизбытка, так и от нехватки полива. Но у нас такая земля, что переизбытка тут точно нет. Плюс температуры такие сейчас. Жара каждый день. Перцы с ними. Сегодня папа санковала. Лезла туда. И как показывала вот эти серединки в перчинах все постревала. Они сами отпадают. Они больше зацветают где-то побольше были. И они сами отваливаются. Они засыхают. Утец цветения не будет с них перца. Поэтому бесполезно. Я обдерла все листья. Не будет перца? Нет, в этих серединках не будет. Он сам отпадает. Я понял. И видишь, на ножках стоят. Все листья обрываешь, приходит время заново. И оно же все в листы. И я опять делаю голый. Угу. Подкормим так же этим удобрением еще и помидоры. Помидоры как бы неплохие у нас, но лишним не будет. Их тоже жировать могут. Все, вовсе через чул. И тут, смотри, Три. Эти помидоры, заметь, кистьями будут. Иди, покажи. Вот этот пистолет. Угу. Видишь, кисть? И дальше. Угу. Ну вот, смотри. Раз, два, три. Вот здесь еще выйдет четыре будет. Все-таки, наверное, мы их подвяжем на всякий случай. Ну да, они чтоб не поломались. Поломаются и будет все. Ну пока не надо. Пока посмотрим. Пока еще. Ну они покрасивели хоть, да? Были какие ужасные. Пищикам тоже виднее. Как они пишут. Мы зря ходим. Идутки какие красивые. Тришки-то уже большие. Вообще большие. Угу. Тебе нужны Иисусы. О, они личинки стрит проносили. Откуда они? А, вот они откуда. Давай туда на травы насыпем. Сейчас мы насыпем. Ну да, на землю. Они позаносят. Смотри, они в эти дырки все лазят. Видишь, что-то ленит. Сейчас мы тут заносим это все. О, видишь там? Сейчас. Вот вам, друзья, приятного аппетита. Вот так вот. Побольше вам. Сыском? Не. Либо мы не замечали, либо они только сейчас появились. Ну вот, смотрите. В этих дренажах, которые в бетоне сделаны, ну, наверное, это дренаж. Вот так вот у нас тут муравьи двигаются. Покажи свою татушку подписчикам. Нет. Что, не бить настроение? Нет. Я хочу Вечер уделяем уходу за огородом. Сейчас будем уже, наверное, недели две назад мы профилактику делали от фитофторы. Вот сейчас будем опять. Еще раз. Фитоспорин М для профилактики и лечения растений от грибковых и бактериальных болезней. Фитофтороза, корневые гнили, парши, мучнистые росы, черные ножки, ржавчины и другие. Вот она, такая черная штука, просто разбавляется в воде. Ее нужно, если методом выпрыскивания, то где там две столовые ложки на 10 литров воды. Ну, мы тут столовую ложку на 3 разбавим сейчас. Хуже не будет. Не зря говорят, что чем старше ты становишься, тем глубже ты окунаешься в детство. Субтитры сделал DimaTorzok Решила поиграть? Да. Кошмар? Кошмар. Чего я вижу, у тебя слюни текут. Вообще нет. Честно скажи. Выкидываем ногу, может, там не текут. Не текут? Не, да. Я смотрел за тобой, ты играла. Вот это вообще. Как тут разобраться? Что тут надо и что тут не надо? Надо детей спрашивать. Детям все надо будет? Я без детей это делаю, потому что я очень много выкидываю. Знаешь? Это да, у меня четкий всяких фигурок. Старка. Целая. Лего покажи. Просто гаража, не влазить контейнер надо новый. Завтра купим контейнер на Лего, этот выкинем. Я не знаю, что она шла. Что? Что с ней произошло? Скажи, я вышел. Ну, что-то явное. Что? Я взял колбаску. А колбаску? Смотри, какой заяц красивый. Смотри. Ну, милый же. Очень красивый, да? А где мы его взяли? Боже, такой красивый. Его надо где-то на видное место поставить. Что у нас еще в планах в ближайшее время сделать? У нас есть такая комната, самая дальняя, она больше идет как гостевая. Здесь была кровать старая стояла. Да и просто все, что не нужно было, все скидывалось сюда. Нужно закончить не с плентусами. Остался вот этот вот уголок. И мы сюда перенесем все эти мурины. Вот эти вот вещи. Плюс нужно закончить здесь. Это наша гардеробная. Где-то тут местами у нас чуть-чуть снизу подслаивались обои. Но это мы подклеиваем. Вот. Здесь что останется? Плинтус. Наверное, мы уберем этот шкаф отсюда. Сделаем тут такие трубы для того, чтобы можно было вещи складывать. и еще один момент. Вот у нас когда-то был душ. Изначально, когда мы сюда переехали, вот в этой нише, у нас был душ. Сюда мы хотим поставить стиральную машинку. Она сюда хорошо входит. Просто надо будет придумать, как мы будем как ее зафиксировать, чтобы она не билась по бокам. и планируем здесь сделать пару полочек. Ну и какую-то дверь такую уже закажем, либо сами как-то так придумаем. Может на две створки дверь одна будет открывать стиралку с какой-нибудь полочкой с моющими, вторая будет с полотенцем и всем остальным, что тут необходимо будет. Вот такие планы. еще вот такие две игрушки у нас есть. Слоник Советского Союза еще вышедший сколько ему лет. Вон в нем еще Никуша катается тигренок. Это тоже мы не знаем что с него делать. Они как бы вроде игрушки, но это все лишнее, которое захламляет по факту все помещения. Такого хлама, как вчера уже Яна сказала очень много у нас. Поэтому по чуть-чуть надо как-то от него избавляться жалко, но все же, как она говорила, оставим это все для внуков. внуков. Внуков Субтитры подогнал «Симон» Вот еще, если без опыта установки потолочных плинтусов и отрезаете просто ножом или ножницами, остаются вот такие вот щели. Вот она так сдалека смотрится и очень сильно видно. Берете какой-нибудь нож, ватку и аккуратно туда вот так вот было. Вот так аккуратно, потихоньку, чтобы нигде ничего не задеть. Хоп-хоп. И потом вот так вот ее растянуть. Можно, конечно, с силиконом, но с силиконом можно тут наляпать сильно. Вот так, ватка и аккуратно. Щек. Аккуратно. И вот так получилось. Сильно надо разыграться. С чем? Ну вот, дети пускай разбираются. Это для них задание. Сейчас бы вот сидеть вот так вот разбираться с этим, да? Хотела бы назад детство. Я? Да. Не знаю даже. Чем? Чем бы сейчас занималась, представь, вот ты ребенок сейчас, что вообще сделала? Что делала бы? Яблоки бы я собирала под деревом. Сейчас они падают вкусные. А ты? А я? На муцке катался бы. Уже как бы почти не было детства. Чего, если 14 лет не было? Чего и самое дитё? Нет, я бы сейчас расстелила плед. Наложила бы там всяких этих... Мы играли, вырезали куколок одежду. Там всякие фрукты, где-то, ну типа, пикничок. Подельщик. Не надо. Чем же приехал в диван-кровать. Сейчас мы ее разберем. По чуть-чуть будем переносить машину. Можешь не оселим сразу, да? Да. Можешь не оселить машину. В этом году можно приезжать bareцом. Распределяем машину. Скот raspdem. Да-да-да. Субтитры сделал DimaTorzok Ну, давай попробуем Заодно покажем, как он работает С такими механизмами мы еще не встречались На себя надо тянуть Вот, тяни до самого конца Тяни, тяни Тяни, оп, все Спилу уже Стой, стань, не получится сейчас Надо, чтобы она двигалась с тобой Оп, тяни Снизу, по центру бери До конца, до щелчка Вот, и теперь тот механизм Он оказался гораздо больше, чем мы в магазине думали, да? Я это Предусмотрительно Когда собирать его И застелать пленом, чтобы дети не вымазывали Едой какой-то Еще чем-то Застелил И красота Да? Ну, застеленную ты застелишь Кровать этим пленом А, а черная дна Черная Какая черная? Да Хорошо Так, это цвета убираем Ну, все, ты доволен? Очень Будешь спать сегодня? Не знаю Может, да? Может, нет Но если вы исполняете ПНе- ПО- ПО-